Обычно как 9 мая проводите? Бессмертный полк. Смотрите парад, салют? Нет, бессмертный полк. Только бессмертный полк? Ну как, в застолик, как говорится, в семейном кругу. Ребятишки, внучата. Все дети, все рядом. Смотрели парад? Конечно. По телевизору? Да. А салют, фейерверки? У нас нет, мы сами. Купали фейерверки, пускали. Деревня так. Деревня далеко от Москвы? 600 килограмм. Тамбовский область. Тамбовский область. А чем занимаетесь? В смысле? В какой области, сфере работаете? Мы работаем здесь, на мясокомбинат «Царицын», в белом колбасе. Салют не будете смотреть? Или парад? Салют, да, где будет салют? В парк Горького? В нескольких парках, да, обычно. Ну, мы, в принципе, живем там практически, но рядом. Возле парка Горького? Ну, на Кузнецке. Так что, да, салют можно посмотреть. Если дети на дачу не заберут, то пойдем на демонстрацию. Как будет? Если будет. Аппарат. Ну, да, да. Аппарат. Салют будете смотреть? Обязательно. А вы о чем-то говорите вот 9 мая в семье? С родителями о войне. Ну, у меня маленькая сестра и маленькую сестру просвещаем в военную тематику, но исключительно в гуманными способами. Например, мы не показываем видео, как людей в газовые камеры пихают вот эти школьные. Это не очень хорошая тема. А что, в школе такое показывают? Мне показывали, да. Понятно. Ну, так просто, да, рассказываем про прадедушек, про бабушек, которые воевали. Фотографии показываем, безмертный полк. Такие просвещения небольшие. А сколько сестренке лет? Девять. Ну, ей интересно. Конечно, да. Она спрашивает, кто такой Ленин, кто такой Сталин, смотрит на монументы, на статуи, вопросы задает. Спрашивает, когда Советский Союз распался, ходит. В 91-м, в 91-м. Великой Отечественной говорите, вот на 9-м, когда собираетесь? Ну, это только на уроках истории. Нам историк рассказывает так. А если вот с семьей, то очень редко. Так, вообще никогда. По сути, можно. Ну, так вот как-то. Понятно. А спецоперации говорите все? Тоже на уроках истории и общественного знания. Ну, он у нас преподает историю и общественного знания. И там рассказывают нам о ней очень часто. Вот так вот. А с родителями? С родителями не обсуждаете? Обсуждаем тоже. Ну, стараемся не часто, не подробно это обсуждать. Угу. Мне очень хотелось бы об этом вообще говорить. Я не отмечаю 9-е мая. Угу. Парад, салют не смотрите. Нет? Могу ответить почему? Да, ответьте, пожалуйста. Меня не посадят потом, нет? Нет. Да. Хорошо. Давайте так. Можно вам вопрос задать. Сколько денег уходит на парады, на салюты, на все вот это? На показ военной техники, показ, какая у нас держава, какая у нас есть техника? Угу. Свыше миллионов нескольких. Угу. Согласитесь. Можно же эти деньги и пожертвовать нуждающимся людям, ветеранам, тем самым, которых осталось на одной руке, можно посчитать их. А ждаете в этом году каких-нибудь особого салюта или еще? Особого салюта, наверное, к Дню Победы, чтобы действительно была победа над всем. Как раз к Дню Победы, если бы это было, был бы замечательный салют. Понятно. Чем вы занимаетесь? В сфере нянечкой. Внуки. Понятно. Внуки. Понятно. Большое вам спасибо. Спасибо. Семнадцать. Ну, через месяц будет семнадцать уже, да. Вы собираетесь служить? Служить? Ну, родители говорят, что служить это важно и надо, поэтому, скорее всего, да. Собираюсь. А твои друзья тоже пойдут служить? Да. Да. Они... Вот у меня друг хочет, по-моему, пойти. Бой со снайпер... На снайперское отдело вот что-то такое вот здесь войска. Ну, кто-то ВДВшники вообще хочет. А как же идеологическое воспитание молодежи? Идеологическое воспитание молодежи должны давать родители этой молодежи. Идеологическое? Приходить в соседнюю страну с войной, со спецоперацией, давайте скажем так. Разве это мы должны воспитывать? Угу. Нет. Извините. Хорошо. А чем вы занимаетесь? Я... Я работаю оператором. Мы сейчас берем дикая, меня нет. Играешьอ